А в ВОС и ныне там, год назад, стартовал амбициозный проект по подъему саратовского ледокола. Были проведены большие и, по-видимому, дорогостоящие работы. Власти торопились, судно собирались поднять до холодов. Анна Главчинская тогда внимательно следила за происходящим, сегодня она у нас в студии. Ань, какова судьба ледокола? Ну, в саратовском ледоколу, похоже, так и суждено остаться просто легендой. Он сейчас находится там же, где он находился последние 50 с лишним лет, на дне Волги. Но ведь были грандиозные планы. Да, корабль собирались поднять, отреставрировать и устроить из него музей. Ну, в принципе, наверное, саратовский ледокол заслужил такой судьбы. Это был первый речной ледокол, его построили в Англии в конце 19 века. На Волгу он пришел своим ходом. Корабль сборный, он состоял из двух самостоятельных частей. В принципе, он очень хорошо и долго трудился, перевозил вагоны, сопровождал нефтяные караваны, воевал, участвовал в строительстве моста Саратов-Энгельс, где, собственно, и затонул. Ну, а в чем проблема? Понятно, что поднять такую махину, наверное, непросто. Ну, подъем затонувших кораблей вообще делал не из простых, но за него взялись таким энтузиазмом, что можно было подумать, что все это реально. Водолазы больше месяца, стоя в холодной воде, доставали из ледокола бревна, мусор, откачивали ил, остатки угля. В общем, работа, естественно, была очень тяжелая, но задачу поставили четкую, подготовить ледокол к подъему в кратчайшие сроки. За это отвечал Валерий Сараев, тогда он был зампредом правительства области, и это был его первый так и нереализованный проект. Работа предстоит большая, планируясь закончить до того, как Волга замерзнет. Договорились с теми людьми, которые безвозмездно добровольно согласились поднять судно. Если бы было финансирование, было бы все по-другому. А как же теперь? Про эту идею забыли? Ну, похоже, что да, Валерий Сараев ушел из правительства и больше за проект не отвечает. Новый зампред ответственность на себя тоже не взял. Переговоры с владельцами единственного крана, способного поднять 300-тонное судно, так ничем и не закончились. Так что саратовский ледокол лежит над ней и снова зарастает илом. Спасибо! У нас в студии была Анна Главчинская. Мы вспоминали судьбу громкого проекта по подъему саратовского ледокола. Продолжение следует...